Доклады, которые представлены коллективом авторов, это Институт цитологии, Институт точной механики и оптики Санкт-Петербург, докладчик Литвинов. Вас зовут? Илья Константинович Литвинов. Так, имиджинг клеток в культуре, изучение изменений фотофизических характеристик, люминисцирующих полупроводниковых квантовых точек различной структуры. Так, 15 минут у вас. Добрый день, уважаемые коллеги. Представляю вашему вниманию результаты наших исследований фотофизических характеристик квантовых точек различной структуры в клетках и в модельных растворах. Развитие флуоресцентных методов в биологических исследованиях дало мощный толчок к созданию новых типов флуорофоров, таких как полупроводниковые нанокристаллы, иначе известные как квантовые точки, которые обладают уникальными фотофизическими характеристиками. Для возникновения люминиссенции в полупроводнике необходимо, чтобы атомы вышли из состояния термодинамического равновесия, то есть были возбуждены. И люминиссенция возможна в случае перехода электронов из зоны проводимости в валентную зону. Причем объемный полупроводник и его свойства зависят только от химического состава, однако при уменьшении размера полупроводника на электрон воздействует электростатический панасал уже более выраженно воздействует, в результате чего сами электроны находятся в потенциальной яме. Благодаря чему энергетический спектр преобразуется из непрерывного, как в полноразмерном полупроводнике, в дискретный. Благодаря чему при уменьшении размера полупроводника мы наблюдаем ту ситуацию, что электроны, что запрещенная зона обладает более широкой программой и в результате спектра люминесценции, будет смещаться в синюю область. Квантовые точки, как правило, относятся к бинарным полупроводниковым соединениям. Для обеспечения высокого квантового выхода чаще всего создается структура типа ядро-оболочка, в которой широкозонный полупроводник является оболочкой, а узкозонный полупроводник – ядром. Широкозонный полупроводник является своего рода пассиватором поверхностных состояний, благодаря чему носители зарядов локализуются исключительно в ядре. На данном слайде представлена зависимость люминесцентных свойств квантовых точек различного состава, а от их размера. Как можно видеть, узкие спектры люминесценции в квантовых точках позволяют проводить многоцветовое меченье. Причем наиболее популярными квантовыми точками являются соединения на основе селенида кадмия и талурида кадмия. Благодаря высокому квантовому выходу люминесценции, широкому диапазону эмиссии. Однако в исследовательском сообществе существует определенное опасение, что в случае наличия различных повреждающих факторов внутри клеток можно наблюдать вывод элементов ядра в организм. Таким образом, решающим фактором для решения этой проблемы было бы применение квантовых точек бескадмиевых, например, на основе фосфита Индия, чей диапазон люминесценции варьируется от 500 до 800 нанометров. На данном слайде представлено структурное изображение квантовой точки. Как я уже говорил, в качестве неорганической оболочки чаще всего используется сульфицинка. Однако поскольку квантовые точки синтезируются чаще всего в органических растворителях, то для биологических исследований необходимо наносить дополнительные амфифильные полимеры, которые либо наносятся сверху на исходный полимер, который сформировался в результате синтеза, либо полностью заменяют их. Амфифильные полимеры могут быть модифицированы различными реактивными группами, к которым могут быть прикреплены различные антитела, пептиды для обеспечения специфического связывания с определенными структурами клеток или мишенями. Наиболее популярным материалом для органической оболочки является полиэтиленклюколь. Данный полимер сам по себе является препятствием для неспецифического взаимодействия с клетками. Это можно рассматривать как его положительную черту. С другой стороны, его можно модифицировать различными реактивными группами, а к ним уже присоединять другие элеганты. Одной из альтернатив полиэтиленклюколи является цистеин, который является носителем карбоксинной и аминной группы, что позволяет создавать различные многокомпонентные системы. Кроме того, он является меньшим по объему. Задачами данного исследования являлось изучение взаимодействия с клетками квантовых точек на основе селинедокадмия, покрытых оболочкой из эльцистеина, а также квантовых точек на основе фосфида Индия, покрытых полиэтиленклюколи и несущим реактивные группы карбоксинную и аминогруппы, а также изучение изменения спектрально-люминисцентных характеристик в клетках и в модельных растворах с различным pH. В данном исследовании использовалось три типа квантовых точек. Это на основе фосфида Индия с карбоксинной и аминогруппой на модифицированной ПЭГе и квантовые точки на основе селинедокадмия с оболочкой из эльцистеина. Поскольку сам по себе полиэтиленклюколи создает препятствия для проникновения клеток, для получения наиболее качественных изображений и изучения фотофизических характеристик квантовых точек внутри клеток использовались клетки линии G774, являющиеся профессиональными макрофагами, так как для квантовых точек на основе селинедокадмия использовались клетки линии Хеля. На слайде представлены конфокальные изображения квантовых точек на основе фосфида Индия с аминогруппами. Можно видеть, что в основном квантовые точки представлены в визикулоподобных структурах, что можно поэтому говорить, что они проходили внутрь клеток с помощью классического внутриклеточного транспорта. С другой стороны, квантовые точки на основе фосфида Индия с карбоксильными группами на поверхности ПЭК имели более диффузную картину. То есть мы видим отдельные структуры и что-то вроде облаков внутри цитоплазмы. Это могло произойти как в результате непосредственного проникновения квантовых точек прямо через цитоплазматическую мембрану, так и в результате разрушения эндосом уже внутри клеток. Здесь представлено конфокальное изображение квантовых точек на основе селинедокадмия, покрытых эльцистеином. В данном случае мы видим, что они присутствуют внутри клеток в виде визиклоподобных структур, но с другой стороны на поверхности клеток присутствует что-то вроде агрегатов, которые в клетки не входят. Далее проводилось сопоставление лимницирующих характеристик в растворах и клетках, поскольку квантовые точки в процессе биологических исследований могут подвергаться различным факторам, как пониженное pH, наличие всевозможных ионов внутри клеток, то было необходимо узнать, насколько сильно изменяются фотофизические характеристики, насколько сильно отличаются фотофизические характеристики квантовых точек внутри клеток и в модельных растворах. Так было обнаружено, что спектр люминесценции всех трех типов квантовых точек не смещается при попадании в клетку, а сохраняется. Тем не менее, в дальнейшем было проведено исследование по изучению изменения интенсивности люминесценции квантовых точек в модельных растворах, которые воссоздают условия закисленных внутриклеточных компарментов. Можно было заметить, что во всех случаях наблюдалось затухание уровня люминесценции, причем квантовые точки на основе фосфида Индия с полиэтиленглиуголем, с карбоксильными группами. У него интенсивность люминесценции падала примерно на 20% при перемещении из раствора с PH7 на PH4. Куда более интенсивное затухание люминесценции наблюдалось в фосфит Индийовых квантовых точек с аминогруппами примерно на 50%. Для акадмиевых квантовых точек, причем независимо от того, являлся ли оболочкой цистеин или ПЭК без модифицированных реактивных групп, падение люминесценции составляло примерно на 80%. На первый взгляд создается впечатление, что карбоксильная группа способствует поглощению квантовых точек клетками, и это подтверждается данными проточной цитометрии, в которой регистрировался уровень флуоресценции клеточной популяции до входа квантовых точек и после. Данные проточной цитометрии показали, что Индивые квантовые точки, покрытые ПЭК, содержащие карбоксильные группы, их интенсивные флуоресценции больше примерно на 46% по сравнению с контролем, чем квантовые точки с аминогруппами. Там интенсивность люминесценции принялась только на 21%. Однако, учитывая уровень гашения люминесценции в модельных растворах, может сделать предположение, что разница в поглощении не такая и очевидная. Сам принцип затухания люминесценции можно объяснить таким принципом, что в результате повреждения органической, а затем неорганической оболочки высвобождаются ионы, например, цинка и серы, благодаря чему задерживается рекомбинация носителей зарядов, и фотоны не излучаются. Таким образом, мы показали, что все три типа квантовых точек в скотном исследовании, независимо от состава ядра оболочки, обнаруживаются в клетках, и они все являются доступными для анализа спектрально-люминесценных характеристик. В первую очередь важно отметить, что характер взаимодействия квантовых точек с клеткой определяется не составом ядра, а типом органической оболочки. И, наконец, для оценки эффективности поглощения клетками квантовых точек различной структуры необходимо учитывать влияние уровня ПАШ и других повреждающих факторов на сами фотофизические характеристики квантовых точек. Спасибо. Вопросы будут? Тогда у меня один вопрос. А вот реально практическое применение квантовых точек сейчас имеется? На данный момент именно биомедицинских применений полноценных еще нет, пока только для биологических исследований. Спасибо. Просто вопрос, комментарий маленький. Вы делали изменение ПАШ до 4. Это достаточно не физиологическое воздействие. В этом случае у вас может происходить изменение с клетками. Какие-то вот вещицы. А, ой, я прозевал, извините. Спасибо. Тогда мы можем перейти к следующему докладу,